Всем привет! На улице уже потеплело, я бы даже сказал, что стало очень жарко, и пора уже поговорить про худи, хотя про них можно говорить круглый год. Зимой вы их надеваете, да и летом, вечером тоже прохладненько становится, их тоже стоит одеть. На ютубе уже на самом деле много видео, где прям вот говорят, покупай такой, такой, такой вариант, и мне он как бы не очень заходит, и я решил поговорить с вами немного о таких трендах, которые я уже перечислял в начале года, и перенести их на худи. Потом в конце видео мы, конечно же, найдем парочку вариантов, и вы в комментарии сможете накидать свои идеи. Сразу скажу вам то, что здесь не будет каких-то разделений супердорогие или супердешевые худи, ничего этого здесь не будет, я просто расскажу, как, по моему мнению, лучше выбрать худи в 2019 году, что сейчас будет более-менее таким топовым, интересным, а что уже немного вышло из моды. Надеюсь, если вы что-то захотите добавить, вы напишите это, конечно же, в комментариях, это будет полезно другим людям, которые посмотрят это видео, потому что многие из нас не знают, что купить, что больше в моде, мне лично поступает в личку очень много вопросов, и это очень странно, так что я решил сделать вот такой вот подобный формат, где мы это немного разберем. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, большие пальцы, писать в комментариях все, что вы думаете, ну и, конечно же, приятного просмотра, погнали! Что ж, начнем, наверное, с классики жанра, это оверсайз. Оверсайз всегда в моде, я не знаю, когда он в моде не был, никто особо не любит обтягивающие вещи, но если мы говорим про парней, девочки, конечно, вполне хорошо к этому относятся, но вот оверсайз, особенно в лето, сами подумайте, вам жарко, вы едете в метро, в машине, в автобусе, просто идете по улице и не очень ты хочешь, чтобы вся эта мокрая, липкая одежда липла к вам. Поэтому отличный вариант будет оверсайз. Кожа будет легче дышать, да и выглядит это гораздо лучше, чем кофта в облип. Но с этим тоже надо быть аккуратным, потому что многие бренды, производители очень сильно маломерят. К примеру, в одном из видосов я брал самую большую худи размера 6XL, и что вы думаете, мне пришла просто размер L, и все, больше там ничего не произошло. Я брал 6XL, на этикетке написано 6XL, но пришла L, и получился не очень-то такой оверсайз. Плюс также можно говорить про Champion, о нем чуть позже я вам покажу, расскажу, он у меня есть. И Billionaire Boys, они азиаты, японцы, не помню, кто точно производитель. У них очень маломерят сайзы, прям вот на 1-2 размера точно. Рассказал про оверсайз, я думаю, то, что вы, в принципе, догадывались об этом. Теперь давайте проговорим про цвета, которые популярны именно в этом году. Конечно же, черный, белый, серый, вот эти вот классические цвета для ваших худи и свитшотов никто не отменял и отменить не сможет, их очень легко сочетать с чем угодно, так что этому ставим большой плюс и переходим к другим цветам, которые популярны именно в этом году. Если вы смотрели мой видос, который, кстати, набрал уже больше 40 тысяч просмотров, и он самый просматриваемый видос, я уже тавтологию просто плету на канале, так что если вы не смотрели, найдите его, или где-то в углу я сейчас вставлю, посмотрите его, там много полезной информации, так вот, если вы не смотрели, то там неоновые цвета, это тренд года, это прям вот, можете смотреть любые новости, кроссовок, одежда, и вы поймете то, что неоновый цвет, все, захватывает этот год с головой. Ну, а неоновых цветов все-таки много, но более популярные такие, зеленый, желтый и розовый цвета, ну, плюс еще можно красный добрасывать, сейчас это просто очень гармонично будет сочетаться с кроссовками, смотрите выпуски новостей, я там рассказываю даже про новые расцветки, и очень много добавляют вот таких вот ярких вставок, те же самые Adidas Night Jogger, у них даже подметка содержит какие-то яркие цвета, Nike выпускают тоже, там, неоново-зеленые M2K, так что много интересных цветов добавляется, такие вещи в свой гардероб закидывать будет большим плюсом, тем более, чтобы доказать, что это все-таки популярно, у меня многие спрашивают, где я брал худи, в котором как раз-таки я и снимал видео про тренд, и вот вы сами можете заценить, это такой неоново-зеленый цвет, выглядит он неплохо, и он многих людей сразу же заинтересовал, начали спрашивать, где купил, что почем, но где купил, там уже, к сожалению, нету, и даже ни свитшотов, ни худи, но это доказательство того, что все-таки он популярен, если зайдете на ASOS, то ASOS Decision и многие другие вот такие не особо популярные бренды начинают просто массово производить неоново-розовые, зеленые и тому подобное, большие люксовые бренды также этим занимаются, так что это будет трендом года, обратите внимание на это. А, чуть еще не забыл, отличным цветом еще является оранжевый, ярко-оранжевый, он тоже сейчас везде светится, так что запоминайте, зеленый, желтый, оранжевый, розовый, ну и можно добавлять красный. Это будут отличные расцветки, которые вы легко сможете подбирать к своим кроссовкам. Погнали дальше и найдем уже третью категорию, которую стоит рассматривать при выборе худи или свитшотов. Но если, кстати, вы думаете то, что это все очень дорого, то спешу вас, скорее всего, разочаровать или обрадовать. В группе Buy вы сможете найти огромное количество скидочных товаров, в том числе куртки, худи, свитшоты, кроссовки, и все они от популярных брендов, ну и есть, конечно, такие не прям масштабные бренды, но тоже отличного качества. И все вы сможете найти там с прямыми ссылочками на сайты, скидочки, купоны. Так что это отличное предложение от меня вам. Заходите, подписывайтесь и начинайте экономить, как и больше 80 тысяч человек в этой группе. Ну а я не буду вас отвлекать и погнали дальше. Если мы поговорили про размеры и про цвета, тогда нам остается поговорить про принты. Наконец-то могу сказать, что логомания уходит на задний план. Это тренд прошлого года и сейчас его заново выпускать не круто получается. Это осталось там и мне лично порядком поднадоело. Мне не очень нравится, когда бренда начинает лепить там найки на кроссовке, вешают там по 12 с в ушей на один кроссовок, именно это выглядит дико. И когда ваше худи или свитшот просто увешано полностью надписями, там штук 100-200 будет просто логотип, там Fendi, Balenciaga и тому подобное. Это очень странно. И мы можем проследить, что в этом году становится популярен минимализм, когда бренды добавляют небольшие логотипы и стараются делать меньше таких огромных картин. Но, конечно же, стоит не забывать то, что это мои мнения, мои наблюдения. Я стараюсь вам просто подсказать, и если вы обожаете, когда вся худи усыпана просто какими-то картинками, это ваш вкус и выбор, но я говорю про свои наблюдения. И, как мне кажется, сейчас будет популярно вот именно небольшой свуш на груди или небольшой логотип там Adidas. Да хотя вообще хотел сказать сразу же то, что я стараюсь не покупать особо худи и свитшоты таких крупных спортивных брендов, потому что их тяжелее сочетать с кроссовками. Если вы одеваете на ноги Adidas, то, конечно же, вы не будете одевать худи Nike. Так что, если вы зайдете в тот же самый дисконт Nike, лучше присмотритесь к худи, которые будут здесь вот с маленьким свушем, чем с огромной надписью Nike Just Do It и логотип отсюда досюда. Это не очень-то уже симпатично выглядит. И, кстати, если говорить еще про такие как расцветки или принты на худаках, то обратите свое внимание на принты tie-dye. Это просто бомба. У Adidas, насколько я знаю, выходила коллекция, там были точно футболки, и кажется, там добавляли худаки, и она выглядела просто суперски. Но ее очень быстро выкупили, но их очень легко найти от других брендов. Просто обратите свое внимание на tie-dye. Очень классно выглядит. Как по мне, это свежо. Как вы понимаете, что мода циклична, и уже много лет прошло, когда были хипстари, там хиппи точнее, и все это было популярно. Сейчас это все опять набирает обороты, плюс многие бренды делают это по дешевке. Ну и последнее, какие принты можно выбирать, хотелось бы сказать, это рефлектив. Рефлектив сейчас везде. Его пихают куда угодно. Штаны из рефлектива, кроссовки полностью там рефлективные уже готовы выпускать. Также и худи делают просто рефлективные надписи, рефлективные вставки, детали. И это очень хорошо выглядит. Но это, наверное, все такие основные критерии, про которые я хотел бы вам рассказать при выборе худи в этом году. Также хотелось бы показать, что происходит в моем гардеробе. Я взял свои худаки и свитшоты, и немного расскажу, покажу, почему они у меня здесь. Но многие из них уже лежат там 2-3 года, но все-таки они до сих пор остаются актуальными. Что ж, первым будет сразу же брал в этом году худак с туси. Он стоил, по-моему, 8 тысяч без скидок, без всего. Но цвет у него правда классный. Мне нравится. Там также были, по-моему, как раз-таки розовые и неоново-оранжевые расцветки, как раз-таки для свитшотов и для худи. Но здесь мне у стуси уже не нравится только одно. Это огромнейшая надпись на спине. Не знаю, меня начинает понемногу накалять, но, возможно, чуть позже это пройдет. Дальше как раз-таки классический такой белый-бежевый цвет. И это, кажется, отличная коллаборация Uniqlo и Coase. Как вы знаете, этот художник делает классные рисунки. Их быстро выкупают. Ну и здесь плюс картинка такая очень сильно разноцветная. И под различные цветовые такие решения в кроссовках ее можно классненько подобрать. Меня этим взяла эта кофта. Так что Uniqlo вообще отличный бренд. И, кстати, у меня была тут идея снять новое видео, где я расскажу про прикольные качественные бренды, о которых вы, возможно, не знаете, но стоило бы узнать. У них серьезно недорогие вещи. Насколько я помню, 2 или 3 тысячи стоит свитшот, а он внутри сделан крючком. Это же... Это же как чемпион. В общем-то, неплохо. Если вы хотите, чтобы я снял подобное видео, то давайте наставим тут 500 лайков под этим видосом, и я пойму, что вам это будет интересно. Расскажу про недорогие бренды, которые стоит покупать. Дальше уже старичок моего гардероба, который я не носил, мне кажется, года полтора. И все потому, что школьники начали дико скупать паль вообще со всех рынков. И мне стало как-то не по себе вообще это одевать. Но сейчас вроде бы это время потихонечку проходит, и я уже не вижу вообще никаких школьников в паленом трэше. Так что я думаю, скоро, скоро вот эта вот штука вернется, и будет опять такая носибельная, немного даже, я бы сказал, популярная. И теперь худоки, которые мне очень нравятся, но, блин, к сожалению, я попался на уловку того, что они маломерят. Это Биллионер Бойс. Что сказать об этом бренде? Ну, здесь цены больше за историю. Оно стоило, по-моему, 10, 8, 10, 12 тысяч. Что-то вот в этом промежутке. И это размер L у меня, но он сидит чисто как М-ка, прям вот самая настоящая М-ка. И сразу же не отходя от маломерных, это Чемпион. Его я покупал тоже, что-то по дешевке, по-моему, 106. Это нормальный Чемпион. Не покупайте Чемпион с Вайлберс или с Ламоды, там вообще просто полная жесть. Здесь все нормально, внутри прошито все таким крючком. Так что это отличная ткань. Но размер XL, а маломерит он до ML, что-то между этим, ближе даже к М-ке, я бы сказал. Размер XL. Что ж, а это, наверное, были все такие критерии, по которым я бы хотел вам рассказать, как стоит выбирать худи. Ну и в конце хотелось бы сказать то, что латиница до сих пор популярна. Жалко, Рубчинский ушел из этого дела и надписей на кофтах Гоши Рубчинский мы, скорее всего, больше не увидим. Чуть не забыл, в конце давайте я вам покажу, как легко просто найти эти вещи, если даже не заходить в бай, а сделать это самому. Хотя советую зайти вам в бай. Вся подготовка и весь поиск худи у меня занял, ну, минут, наверное, может быть 10-15. Все же очень просто. Заходите на тот же самый Asos. Почему я всегда про Asos говорю? Да здесь легче всего искать. Заходите в раздел Outlet и находите сразу же худи и свитшоты. И просто выбираете этот раздел и начинаете искать. Вот вам сразу же и оранжевый цвет, и желтый, и все что угодно, и Layland Scott. Отличная же фирма. Тут я сразу же вспоминаю про несколько еще трендов. Это Flame, а здесь еще сделан Flame, типа Tie-Dye. Flame это пламя, если что, если вы не понимаете. Просто так привычнее говорить. Дальше как раз-таки я говорил про Tie-Dye. Выглядит этот тоже очень интересно. Светлые такие тона, и все расплывчато, размыто. Обращайте внимание и на такое. Здесь нечего сказать, просто такой яркий желтый цвет. Очень неплохо сочетать к лету со всякой одеждой. Здесь Champion, типа как у меня, но не могу сказать маломерит он или большимерит. Мне вроде бы как говорили то, что поставщики у меня были из Японии или откуда-то там. Так что здесь тоже много вопросов. Но здесь можно разобраться именно на самом сайте по таблице размеров. Но тоже посмотрите, классный же цвет. Очень хорошо выглядит. Он вот стоит в темных кроссовках. Правда, чуть-чуть можно было аутфит ему поменять. Но черная кепка, розовый свитшот. Черные шорты. Если бы черные кроссовки были, это просто свеженько так выглядит. Ну что ж, вроде бы все рассказал. Показал, что хотел. Не забывайте то, что это сугубо мое мнение, которое может вас устроить, а может вас не устроить. Если вы знаете тоже какие-то интересные худи, и у вас есть что добавить, или что-то вы хотели бы изменить в моем видео, этом, которое вы посмотрели только что, то пишите, конечно же, в комментариях. Людям, которые все это смотрят, тоже будет интересно почитать, так же, как и мне. Самые интересные и полезные комментарии, конечно же, я пролайкаю, чтобы их было более видно другим людям, другим пользователям. Так что принесите что-то хорошее и дельное. Помогите другим. Ну это было все видео, которое вы досмотрели. Не забывайте подписываться на мой канал, конечно же, на инстаграм. Можете просто отсканировать, поднести свой телефон, если вы смотрите это не с телефона. Лайки под этот видос, комментарии. Не забывайте то, что если вы отреагируете, дадите отдачу, то я расскажу вам про такие интересные и хорошие бренды, которые стоят недорого, и они даже немного популярны в каких-то узких кругах. Всем спасибо за просмотр, всем пока!